Слава Богу! Я вас приветствую, любовью Христовой. На самом деле, в этот час, переживая Бога, видишь, что не напрасно мы здесь, и не напрасно, милость Божия, она участвует в жизни нашей. Как уже брат сказал, что мы с Приморского края приехали, я не один приехал. Вон сзади сидит спутница, моя жена. Слава Богу, что у нас сегодня есть общение, и слава Богу, что мы можем сегодня радоваться в Господе. В Галатах написано, что «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». И вот здесь я подчеркнул для себя сегодня, чтобы поделиться вам, с вами, а, наверное, можно где-то засвидетельствовать, как Бог вошел в мою жизнь, засвидетельствовать тех переживаний, которые происходят у нас сегодня там, в Приморье, вот на том месте, где мы сегодня пытаемся служить Господу. И вот здесь написано, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. От настоящего лукавого века. Вот того века, который вот он стоит сегодня перед нами, чтобы нас избавить от Него. Где-то в 90-х годах, вообще, наверное, я с рождения задумывался о том, как бы жизнь на земле не делать никому больно. Знаете, вот почему-то я о том задумывался, а всегда я приносил боль, всегда приносил боль. И причем боль и себе приносил, потому что, как приходила весна, меня почему-то в травму отвозили всегда, ну, чтобы немножко это самое. И до весны, весной опять. И огонь, и вода пытались уничтожить меня. Ну, и другие всякие различные вот травматические такие вот вещи. И я всегда думал, вот почему, ну, почему же это боль? Почему от меня эта боль идет? И тем более у нас в Приморье там получилось так, что я читал историю христиан Приморского края, что там было умершвлено во время вот этих гонений 55 тысяч христиан. Ну, где-то вот в этом, потому что толком никто не считал это все. И все железные дороги, все вот инфраструктура, она была построена как раз христианами. И туннели там строили. Я помню, через одну туннель мы ехали с братом. Он говорит, я как проезжаю, я не могу слезы держать. Это мои братья. Вот здесь копали, тут же их и хоронили. Мы едем по ним. Вот, ну, Приморский край вот такой степени, он тоже был, ну, жестоким. Жестоким, да, вот. Но, слава Богу, что по ложному откровению, может кто слышал, откуда-то с Украины, по ложному пророчеству приехала целая церковь в находку встречать белый пароход. И они туда все деньги вложили, чтобы приехать. А оттуда уехать уже не смогли. Ну, конечно, парохода и не было, но там родилась церковь. Родилась церковь, которая распространилась, она не только в Приморском крае, уже и туда, и в Амурскую область, и в Хабаровский край. Сегодня у нас есть большое братство, у нас есть слушателей много. Я когда пришел в это братство, у нас был всего один епископ и, наверное, четверо или пятеро пресвитеров на весь Дальневосточный регион. Это было очень трудно, и мы ездили чуть ли не каждый месяц, вот, ну, со служителями, где-то вечерю припадать. За 2000 километров надо было ехать, потому что там церкви были без служителей. Сегодня, на сегодняшний день у нас много уже и старших пресвитеров, которые несут это служение. Ну, говорю, что вначале так не было. Было очень трудно и сложно это все. Оно, наверное, и сегодня не совсем тоже как бы нам хотелось. Вот на фоне своей этой жизни, вот, неправильной жизни, хотя я и не был каким-то там, ну, вот, биться что ли, я больше всего, наверное, для себя проблем приносил. И моя жизнь, вот, школа закончил, профессию получил, женился. И никогда вопрос о смысле жизни меня не покидал. И вот, по распределению, я попал в Бийск, но я уехал оттуда сразу, уехал в Приморье, и стал жить в Артеме, потому что у меня жена там с Артемом. И в Артеме один водитель сказал, что смысл жизни для него заключается, это машина, квартира, высшее образование и двое детей. Но я так его послушал, думаю, ну, может быть, и это и есть смысл в этой жизни. И когда в моей жизни вот эти все вещи, они, ну, разрешились, ну, смысла-то жизни больше нету, и я стал очень много пить. Вроде бы как, семья есть, квартира есть, на машине ездишь, ну, там, администрация с тобой здоровается, то есть, ну, представитель фирмы, там. Все это есть, да, вот. Ну, ну, но мира-то нету, радости нету. Вот брат свинья говорил о том, что это приходится через правильность Божию. Это мы сегодня уже понимаем это. Но я не мог тогда этим пользоваться, потому что разум дает Господь. Потому что Он пришел и дал мне разум, и дал мне свет, и утвердил в этом. И я пошел по этому пути. И однажды, в какой-то момент, мне даже жить не хотелось, я уже хотел покончить с этой земной жизнью, потому что я не видел радости, я не видел мира, я видел вот это вот все лукавство, вот этот обман. И я не хотел в этом участвовать, и я не участвовал. Но те, которые окружали меня, они вот так жили. В 90-м году где-то приехали, когда открылась занавесь вот эта вот железная, приехали с Америки христиане на евангелизацию. Я взял своих детей, жена не пошла, мы пошли, посидели, послушали. Я порадовался, но ничего не понял, о чем они там говорили. Ну, порадовался, они нам подарили Новый Завет. Новый Завет, мы так посмотрели, полистали его, ну, и на полку. Потому что все, все, что мы знали о Боге, это вот все. По прошедшей времени я зашел к знакомому, он наркоман, он до сих пор и сегодня наркоман, вот Бог его столько уже, больше 20 лет он. И в больнице лечился. И вот он рассказывал, как он поканчивал жизнь свою. Ну, после того, как он принял дозу очередную, ему кто-то сказал, возьми лопату, выкопай могилу. И он пошел, взял лопату, выкопал могилу, лег к нее, ну, умирать лег. И увидел небо, увидел звезды. И кто-то другой ему сказал, иди, найди Библию. И он пошел, нашел Библию, два раза ее прочитал, ничего не понял. Я к нему захожу, и он мне рассказывает об этом. И говорит, ты к этой книге не подходи, потому что она непростая книга. Она может так зацепить. И ты от нее не освободись. Это говорил наркоман. Я думаю, ну, где же взять мне эту Библию? У меня был знакомый там собутыльник, алкоголик. И он где-то нашел адрес, и из Америки ему эти Библии высылали бесплатно. А он их продавал. И бизнес делал с этим. Я говорю, слушай, ну, у меня нигде не купите. Дай мне адрес, чтобы я тоже себе. Я так и слезно просил. Вот я давно хочу эту Библию, то есть дайте мне, вышлите. А они выслали просто так. Ну, может, почитали, может, полыбались. Ну, выслали. Еще и сборник стихов. Вдохновение, как сегодня помню. Это, может, 91-й год. Но я взял эту книгу, почитал, полистал. Потом думаю, ну, ничего не понятно. Ну, когда же конец света начнется-то? Не нашел, тоже положил на полку. До времени. По прошествии времени, мой еще один знакомый, мы с семьями дружили, он стал алкоголиком. И в какой-то момент он попал, в 90-е годы попал так, что его бандита начали там, ну, чуть ли не расстреливать. Ему надо было срочно 50 тысяч. Ну, тогда очень большие деньги были найти, долларов, чтобы от них отвязаться. И вот он бегает по всему. И вот в этом бегании он, вот, зашел в такой простой дом христиан-веры евангельской. Мы не знали, что у нас даже есть там дом такой, в нашем городе. Зашел туда, ему сказали, ты брал, не брал. Он говорит, да пусть тебя даже расстреляют. Прими Христа и иди смело к ним на разговор. И вот он, после того, когда они, они даже потом эти бандиты его нанимали даже на работу, ну, когда отстали от него. И вот я посмотрел, он говорит, пойдем со мной. Ну, я тогда еще был полный, уверенный в жизни человек. Директор предприятия, то есть, малиновый пиджак мне купили мои инженеры. Я сам не покупал даже. Говорит, все ходят, и ты ходи. Я говорю, мне-то он зачем? Ходи. Ты наш, ну, все же, говорит, ходят. Ну, 90-е годы так было модно. И вот, проходит какое-то время, я приезжаю домой. А разума нету, пользоваться этим не умею. Ну, соответственно, и семья, конечно, не получала ни средства, ни какие-то другие благи. И вот я прихожу, и моя дочка, конечно, не всякое время могла одежду какую-то купить, которая, ну, даже, которая необходимая. Ну, и вот, на фоне вот этого всего, да, вот, ну, это последнее время уже, может, последние два года, может быть. И вот я прихожу домой, и заходит моя девочка, ей лет 15 было, пьяная. А я-то сам уже алкоголиком стал. И я тогда испугался, думаю, вот, ну, ладно сам. Ну, вот она-то почему должна страдать? Я пошел в наркологию, мне сказали, что мы не лечим. Алкоголик – это на всю жизнь. У меня были боли такие ужасные, что, ну, как бы, ну, сперва мне было больно, а потом, когда врачи сказали, что ты здоров, анализ здоровый, а мне больно все. Я успокоился, принял эту боль, и 12 лет я ходил с этой болью. Ну, это все вот в этом, это самое. И послушал, вот, Библию, что я пытался найти конец света, те американцы, что приехали, тут наркоман, который говорил, тут друг, который вот такое вот чудное освобождение, ну, как бы, получил, да, вот что бандиты от него встали. И я встал февральским утром 97-го года, вышел на улицу и говорю, Господи, если ты есть, вот моя рука, вот, веди туда, где, где ты находишься, чтобы я, ну, поверил тебе, поверил в тебя, чтобы, ну, как-то жизнь моя изменилась. Потому что, с одной стороны, я себя мучаю, но я семью мучаю. Ну, что-то во мне начало такое происходить. И я, а я, будучи православным, с крестом, вот, прошел через наш весь город и попал в частный сектор. Иду и думаю, ну, какой здесь Бог? Ни кулаколов, ни куполов, ничего нету. Где ты, говорю, нету? Подошел там, какой-то мне один дом, так интересно, ну, приглянулся, думаю, ну, как-то не такой, как все. Ну, ладно, пошел на рынок, там, к друзьям, в общем. А жена взяла детей и раньше ушла. Ну, ушла, ну, вот, наш тут друг, он, ей, ну, его жена, они подруги были. И вот они там общались, и адрес, ну, она мне, она, как бы, ничего не говорит, потому что она пошла, как бы, на разведку посмотреть, куда зовут там. И я прихожу вечером, она такая счастливая. Я говорю, что сейчас, откуда счастье у нее? Муж там негодяй, там. Ну, вообще меня никто не принимает уже. Один там, сколотил там какую-то бригаду дикую, вот, там у нас пять человек. Выйдем, ну, знаний, опыта много, но это все пропивалось и сразу. Зарабатывалось и пропивалось. А домой там чуть-чуть крохи только приходили. Благодаря, что жена воспитательного детского садика была, вот там, что оставалось. Ну, она то детям приносила. Ну, мне-то не надо было ничего. И вот она и говорит, мы были на собрании. Я говорю, и что? Ну, и рассказала, как там. А в конце, говорит, о тебе помолились. И вы знаете, вот это вот, что обо мне кто-то, кто-то обо мне, Богу сказал. Вот это мне вот так зашло в сердце мое, что я трезвый всю неделю был. Думаю, кто же за люди, которым я не безразличен. Ну, то есть, отвернулись все, друзья, инженеры, там, администрация. Ну, фирма еще как-то дышала там. Ну, дышала уже, может сказать, и не дышала. Я не работал, и никто не работал. И вот я всю неделю, и вот я зашел в дом молитвы, зашел к этому дому, который мне тогда понравился. Зашел в него через неделю. И знаете, я пережил, что вот я, мне было тогда 36 лет, я пережил, что вот эти 36 лет я играл в прятки. С собой играл в прятки. Я от себя прятался. Вот мне пришла такая полнота свободы жизни, желания жить. Видите, вот слезы текли, и собрание закончилось. Я всех обнимал, как... Это же, думаю, такие люди. Это же они, это самое. Мне потом братья говорят, у нас, говорит, сестер не обнимают. Ты что делаешь? Я не мог сдержаться. Вот такое было наполнение, знаете, вот это все. И на самом деле, когда Бог приходит в жизнь нашу, да, вот. И вот эта тема, что была в Воронеже, мы, наверное, год назад ее поднимали у себя там при море. Потому что если не будет праведности, не будет мира. Не будет радости. Все остальное, оно посредственно, оно даже не принесет результата в жизни нашей. Вот интересное такое место в Откровении есть. Я думаю, что мы много раз его читали, и сегодня, может, делимся этим. Это с 3 главы, вот 20 стих и ниже. И вот здесь он говорит, кто услышит, кто отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Вот войду к нему и буду с ним вечерять. Вот смысл и значение вот такого Божьего присутствия, когда я могу его переживать, когда я могу с ним делить ту пищу, которую он хочет вкусить. Вот же он идет, хочет вкусить в доме моем, можно сказать. И вот мы как-то размышляли, ну что значит вечерять, вот что вечерять Бог, вот какое-то направление. Знаете, вот такие простые вещи, когда просто начинаем, ну не то, что там изобретать что-то, да, представлять вот, вот скажем, я в какой дом могу зайти и вечерять там, в какой дом. Вот мы сегодня приехали, зашли в гости, ну пожалуйста, там чай, там бутерброды, там встречи, разговоры. Ну обыденное дело, являюсь ли я хозяином этого дома, хотя меня встречает там это, или сегодня, скажем, в том доме, в котором я живу, приходит ко мне кто-то, да, я, ну, хочу, конечно, угостить так, чтобы человек ни в чем не нуждался, чтобы там где-то и отдохнул все это. Является ли это та же вечеря, о которой говорится здесь в Откровении? Или скажем, вот, у меня есть квартира, но она мне не нужна, и я туда кого-то поселил, и они живут и пользуются этим. И вот я в какой-то период захотел посмотреть, как они живут там. И вот я туда захожу, и они видят, что пришел хозяин этого дома, и они приготовили стол, пир, и в радости, заходи, это все твое, это все тебе принадлежит, и мы благодаря тебе вот можем этим пользоваться, можем этим жить. Вы знаете, вот это третье, оно становится ближе и теплее к тому, что хочет Христос в жизни нашей видеть, где Он хочет вечерять. Вот давайте такое даже небольшое пример, если взять вот церковь. Сегодня воскресенье, сегодня любой, который подойдет, постучится дверь, я думаю, что там кто-то на дверях есть, откроет и скажет, заходите, пожалуйста. А бывают в жизни наши такие ситуации, я когда уверовал, я поехал сразу там, где моя мама, где мои братья, где сестры, потому что они тоже пили, и они очень сильно пили, и семьи их также рушились. Я им начал говорить о Боге, я просил Бога, чтобы Он мне дал там труд, чтобы я там мог зарабатывать и мог рассказывать о Боге. И мама говорит, глядя на меня, говорит, ну не до фанатизма же, вот так верить. Я говорю, мама, только так и никак иначе. И лет за пять, может за шесть, десятки человек были исцелены от страшных болезней, десятки были спасены. Ну, знаете, ну вот хотя бы вот такой случай, вот гангрена у человека, бомж, никогда не, можно сказать, не пользовался там, что, ну, другие пользуются. И вот его с температурой подбирает скорая помощь, отборозит там в районную больницу, а этот бомб окажется сестрой по вере, которая там в другом поселке. И она звонит, Сергей, ты будешь проезжать там поселок, зайди в больницу, там у меня брат лежит. Я говорю, хорошо. Ну, это такой один пример, вот, захожу, нахожу его, он лежит в калидоре на этой самой, ну, на каталке, грязный вот такой, вонючий. Я ему рассказал о Боге, у меня были трактатики, он покаялся, принял Христа. Он понимал, что его жизнь, она вот может закончиться. И он говорит, меня завтра выгонят отсюда, потому что я бомж, хотя у него есть дом, но у него нет разума пользоваться этим домом. У него нет разума завести семью, у него нету его. И я говорю, тебя никто не выгонит, ты сегодня небожитель, у тебя сегодня есть Божие откровения. И вот тебе дают трактатики, и чем больше ты их раздас, тем больше Бог обратит на тебя внимание и заставит этих врачей поселить тебя в палату. И мы уехали. Уехали, а тогда же не было сотовых телефонов, они только появлялись. Я где-то через некоторое время приезжаю, ну, к сестре захожу, и она рассказывает. На следующий день его положили в палату, его вылечили. То есть у него не стало гангрены быть, ну, я думаю, что он получил исцеление во время молитвы, потому что гангрена, она и есть гангрена. Но сестра забрала его к себе домой, а нога еще не совсем, ну, как бы освободилась от боли. Он не мог на коленях стоять еще. И вот в одну ночь ему стало тяжело дышать, дыхание такое. Ну, что-то. Наташа встала там, дала ему чаю попить. Он говорит, Наташа, дай мне новый завет. Она дает ему завет. Он говорит, как я хочу перед Богом на колени встать. Взял новый залет и ушел на небо. Остановилось сердце, инфаркт. Пришел инфаркт. Ну, такие случаи, когда люди уходили на небо, именно в этом. И вот такая вот жизнь, когда ты с Господом. Знаете, вот она на закосе мне радость приносила, что я ничего не хотел. Вот где услышу в больнице кто-то из знакомых, я бегу туда в больницу. Был случай такой, что с работы подъезжаю к дому. Снега очень много. И мне, я верю, что Господь говорит, не подъезжай к дому, а ты застрянешь. Потому что у тебя только переднее колесо, машина тяжелая. Ты застрянешь, ты будешь откапывать. Ну, я. Да, Господи, да вроде немного снега, что там. Не застряну. Ну, подъезжаю. Пообедал. Заводить, а она не едет. Заехал на снег и провалился. Я беру лопату. Мира нету. Отгребаю это все. Меня там ждут. Я знаю, что я пазл. Ну, что я, Господи, опять непослушный. И на фоне этого, смотрю, идет женщина и мужчина. Мимо проходят. Мимо проходят. Ну, я в таком состоянии. Ну, прошли, прошли. Потом я раз смотрю ее вслед. Думаю, так это та женщина, которая три года назад лежала в больнице. И у которой было заражение крови. Она была наркомана. С иглой она занесла грязь туда и сепсис. И врачи говорили, что пять тысяч в день надо денег, чтобы ее поддержать хотя бы. Не только если поддержать. И мы молились с ней. Я пошел, позвал сестру. Она у нас тережер по образованию. И мы с ней пели там вот в этой вот кровати. Пели. Ты мой Бог святой. На твоей груди успокоюсь я. И она плакала. Я прошел на следующий день. Она еще больше плакала. Я говорю, что ты так платишь? Мама сказала, что если я пойду к Иисусу, она мне ноги выделит. Я говорю, а кто мама? Она говорит, полковник милиции. Но поздно мама хотела ее ноги выдернуть. Потому что она уже была исцелена. И я видел, что она шла. Три года не может человек с заражением крови жить. Я понял, это Бог утешает меня. Возьми спокойно, отгреби снег тогда уже. И дальше я тебе помогу. Я отгреб и поехал. И знаете, вот в жизни вот именно кто исцелялся, они не шли к Богу. А кто не исцелялся, они шли к Богу. И было это вот, ну, почему-то вот, ну, хотя сегодня диакон у меня, он был инвалид. Он получал пенсию. Ему не было 30 лет. Он был инвалид. У него была инвалидная книжка. Вот. Он, у него, он сам с Новосибирска. У него мама, папа, ну, интеллигентные люди. И он учился хорошо. Был спортсменом. Занимался там от института где-то. И вот компания, в которую он попал, она, ну, большие деньги. Зачем учиться за что-то, да? И он попал в какую-то ситуацию, что и родители квартиру продали, чтобы его спасти. И он сам убежал на Дальний Восток. Но он там не успокоился. И там продолжал тоже так же жить. И он пришел ко мне на стройку. Ложил кирпичи. И потихоньку помирал. Ну, я-то не помирал. У меня был разум. И я его оттуда вытаскал. Сегодня он диагон. Сегодня у него нет инвалидности. Сегодня Бог дал ему троих ребятишек. У нас трудности в том, что вот такие люди, которые приходят, у них есть жены или женщины, с которыми они жили некоторое время. Они, значит, идут в ЗАГС. Потом вступают в Завет с Господом. И начинают рожать детей. Рожают. И времени-то мало остается послужить Господу. А надо же заработать. И вот смотришь, у нас собрание небольшое. Но когда все вдруг соберутся, то и места не хватает. И вот о вечере. И когда воскресенье, то оно хорошо. А когда не воскресенье? Вот, скажем, пришел человек, который умирает. Во вторник к вам постучался. Это же Господь хочет вечерять здесь. А мы по своей суете и заботе. Ну, ты знаешь, сегодня нет служителей. Приходи там в среду вечером или воскресенье лучше. В моей жизни был такой момент, когда я лежал в больнице в очередной раз. И Бог меня положил, знаете, потому что я грибов съел. Поганых грибов. Сжарил и съел. И меня отвезли в больницу. Говорит, хоть что-нибудь другое бы съел, но не грибы. И там умирал человек тоже вот. Я тогда еще не молился ни за кого. Умирал, потому что у него заражение крови было. Тоже самое, что у той женщины. И он умирал. И вот я разговаривал с ним. Говорю, вот тебе бы приехать к нашим братьям. Церковь бы прийти. Вот бы они помогли тебе. А Господь хотел вечерять тогда со мной. Господь хотел то, что он вошел в жизнь мою. Он хотел это использовать для этого человека. Он умер. Он умер неспасенным. И тогда вот в моей жизни я сказал, Господь, нет, я не хочу больше так. Если ты будешь показывать, где есть то, что ты можешь изменить, то веди меня туда. Пусть люди меняются. Пускай я от этого ничего не умею. Я готов там. И я начал приводить от помоек домой. А у нас жизнь-то изменилась. Все стало чисто, правильно все. Морщатся так. Ну запахи же эти все. Тут мне на работе долги отдали. Думаю, надо мне сделать ремонт. Я сделал ремонт. Автомат поставил. И вот этих бомжей завожу. В ванну ложу. Раздеваю машинку. Стираю сразу все. Вот это, чтобы запаха не было. И что-то им даю. И вроде бы, и уже мои не морщатся. Нормальный человек. Отмытый. Отбритый. То есть можно пообщаться с ним. Я их больше не видел у этих ящиков. Ну, я не знаю. Может они где-то служат Господу. Ну, были такие случаи, что они у этих ящиков не потому, что они хотели работать, а потому, что их обокрали, а у них не хватало, ну, как бы, сами-то они не умеют воровать и просить не умеют. А домой далеко доехать. И вот поэтому мы здесь. Поэтому как-то хотим поддержать. Ситуации очень разные. После того, когда я зашел в молитвенный дом, и когда сердце наполнилось радостью, через год соседка спускается, а у меня таблетки были и успокаивающие, и обезболивающие, ну, не знаю, чего там, и шприцы, все там, потому что очень сильно больно было. И было больно 12 лет. Она не была не больна вообще никогда. Было или очень сильно больно, или просто больно. И я вот так жил 12 лет. Это было мне 25, и да, 37, вот как раз у меня это все. И когда прошло все это, соседка спускается и говорит, дай мне таблетку от боли. Я открываю шкафчик свой, а там ни одной таблетки нет. Я жене спрашиваю, говорю, а где таблетки, которые? А, говорит, ты не пьешь, и мы выкинули. Бог, если Он входит в жизнь нашу, то у нас не остается последствий от той жизни, в которой мы жили. О которой мы жили. Да, сегодня, чтобы рассказать о всех чудных делах Божьих, которые Он совершил в жизни нашей, у нас не хватит времени. И Библия говорит о том, что и книг всех не хватит написать, что Бог сегодня творил и сотворяет в жизни нашей. Но я хочу сказать, что если Бог сегодня стучится в дверь нашу, если Бог сегодня хочет вечерять с нами, давайте все-таки откроем эту дверь для Него. И откроем ее не тогда, когда нам хочется, а когда нам не хочется. Ну, к сожалению, времени нет. Я думаю, Бог даст. Может, мы там в среду еще пообщаемся. Да, у меня есть еще свидетельство. Вот именно тех моментов, когда Бог, ну, когда мне неохота просто что-то делать, и я получаю откровение, что сейчас будет звонок, и я должен идти это делать. Еще нет у них какой-то ситуации, но я знаю, что Бог меня хочет там видеть. И я умоляю уже не то, что, Господи, Ты мне приготовь туда пойти, я умоляю, чтобы не было этого звонка. Потому что, знаете, бывают такие моменты, когда, ну, не хватает уже сил и способностей. Но когда идет эта весть, ты подымаешься, и откуда она появляется? И сила, и способность. И когда ворачиваешься оттуда, то и сила, наверное, в тебе становится, как на Илье вдвойне. Пускай Господь благословит нам иметь эту силу. Пускай Господь благословит нам, на самом деле, Его сосудами, исполняющей волю Его. И считаться с Ним, как сделал это Аврам, когда было встреча с Богом. И Бог сказал, за это у тебя будет великая награда в жизни. Я хочу сегодня помолиться с вами на этом месте, вот именно о том, чтобы Божье чудо, Божье дело в жизни нашей, оно всегда имело место. Чтобы мы всегда открывали наши сердца для того, чтобы Бог мог пользоваться теми дарами, которые Он в них взращивает. Это Его, это Его, мы живем в Его квартире, и Он вправе прийти, и мы вправе принять Его должны так, как приходит Хозяин, а не как приходит Ра. Давайте поблагодарим.